добрый день дорогие друзья сегодня у нас 5 августа и сегодня у нас опять праздник а сегодня мы отмечаем трофима бессонника кто же он такой трофим бессонник сейчас расскажу на трофима бессонника очень много трудились полевые работы у мужчин начинались рано-рано утром и длились до позднего вечера дети собирали в лесу калину малину драли лыка женщин занимались заготовками на зиму пекли пироги к ужину а по церковному календарю 5 августа чтят святого трофима ликийского и еще 14 мучеников история этого праздника такова что на день трофима бессонника приходится самый пик деревенской страды его называли бессонным или бессонником потому что с раннего утра крестьяне работали в полях хорошие хозяева старались успеть много дел считалось если плохо трудиться и лениться то большого урожая не собрать православной церкви празднование связано с поминанием святого великомученика трофима ликийского и его последователей в ликии а по другим источникам на острове крит начале четвертого века произошло великое притеснение христианство римским императором диоклетианом трофим феофил и 13 их последователей на суде отказались отречься от от веры в пользу языческих богов и принести жертву идолам после жестоких пыток император приказал сжечь их на костре мученики вышли из огня без повреждений по приказу разозленного императора они были обезглавлены позже мученики бы были причислены к лику святых описание подвига составлено в житие святителем дмитрием ростовским ну и конечно за многие века прошедшие с того времени в народе сложились всевозможные обряды и традиции по народным наблюдениям на трофимов день чаще всего хорошая сухая погода люди кассирили жали пшеницу собирали ягоды малины сдирали кору с калины старались успеть как можно больше потому что после бессонника погода обычно портилась урожай хлеба от дождей мог пропасть а сено не успеть высохнуть женщины пекли ягодные пироги готовили лаваши это или ваши такие постные лепешки из толченых ягод и начинали заготавливать запасы на зиму из малины делали из малины делали варенье соки компоты вино верхушки побегов с плодами и листьями засушивали в лечебных целях их применяли в качестве жаропонижающего и противокашливого средства калину в августе еще не горчит и собранную в это время ягоду ценили за жилирующие такие свойства ее добавляли в повидло или пюре клали при изготовлении мармелада и пастилы свежей калину калиновый сок использовался для очищения кожи коры коры калины сушили и использовали в настоях при нервных заболеваниях сердечных болях кашле и кровотечениях сушеные ягоды заваривали и давали при болях в желудке и простудных заболеваниях рецепты народной медицины до сих пор применяется при лечении многих заболеваний на поздний ужин с пирогами садились всей семьей и благодарили тимофея бессонника за помощь православных церквях традиционно проходит в этот день молебны службы читается тропарь верующие молятся святым мученикам просят защиты и благословения сегодня праздник так широко не отмечается но можно приготовить блюда по старинным русским рецептам и узнать семейный рецепт малинового варенья ягодного пирога или на делать пирожков с малиной а потом обязательно устроить чаепитие с родственниками и с друзьями можно отправиться за город собирать ягоды но также всевозможные ингредиенты для лечебных настоев так что спектр действий у вас сегодня очень большой надеюсь вы испечете пирожки заварите чай с малиной со здоровьем у вас будет все в порядке калина вам в этом поможет но у меня на сегодня все до свидания до новых встреч пока пока